Здравствуйте! Вы смотрите Инфоповод. Я, Наталья Приловская, и мои коллеги расскажем о событиях недели, на которые мы обратили внимание. Одной из главных тем общегородского совещания на этой неделе стала подготовка ко дню города. До большого городского праздника остается совсем немного времени. К нему активно готовится не только отдел культуры, но и коммунальные службы. В рамках подготовки к этому событию коммунальщики скосят траву, приведут в порядок дворы, покрасят урны и контейнерные площадки, отремонтируют ограждения и обрежут деревья и кустарники. Программа ожидается очень плотная, комплексная, рассчитана на две недели. Это речь идет о торжественных мероприятиях, посвященных празднованию Дня города. Был представлен четкий план с указанием графика и опять так же выступающих коллективов творческих. Мы старались, мы старались и надеялись, все вот эти мероприятия будут достойно оценены жителями. На совещании также подвели итоги летней оздоровительной кампании, обсудили вопросы газовой безопасности и проанализировали информацию об обращениях горожан в Добродел, Центр управления регионом и социальные сети. В завершении почетной грамотой главы городского округа Лобня был награжден бывший начальник управления образования Владимир Зиновьев. Грамоту вручил временно исполняющий полномочия главы Лобни Игорь Демешко. Он выразил искренние слова благодарности за качественно проделанную работу, высокий профессионализм, преданность своему делу, креативный подход и эффективный результат. Владимир Зиновьев, педагогический стаж которого составляет 39 лет, покинул свой пост по собственному желанию в связи с повышением по службе. В конце этого года в Лобни будет запущено движение на первом этапе северного обхода города. Сегодня строители устанавливают шумозащитные экраны и благоустраивают пешеходную зону. Параллельно продолжается укладка покрытия проезжей части. В середине сентября начнется асфальтирование путепровода. Идет переустройство инженерных коммуникаций, строительство ливневой канализации и очистных сооружений. На эстакаде через Дмитровское шоссе уже уложен выравнивающий слой, идет работа с гидроизоляцией. Участок от Дмитровского шоссе до автодороги Хлебниково-Рогачево-Луговая, включая путепровод через железную дорогу Савеловского направления, будет открыт в конце этого года. Развязку на Дмитровском шоссе закончат в 2023. Кроме того, ведется строительство съезда в сторону аэропорта Шереметьево. Завершить работы здесь планируется к 2024 году. Услышать мнение жителей и сформировать инвестиционную программу – главная цель рабочих встреч коммунальщиков и специалистов администрации с горожанами. Встречи организованы по инициативе временно исполняющего полномочия главы Лобни Игоря Демешко. На этот раз рабочая группа посетила дома, расположенные рядом с железнодорожной станцией. Из-за такого соседства здесь возникают определенные сложности. Автолюбители оставляют во дворах свои машины, что не может не беспокоить жителей. Исправить ситуацию планируют с помощью установки антипарковочных дорожных ограждений. Интенсивное движение во дворах не лучшим образом сказывается и на дорожном покрытии, которое постоянно нуждается в ремонте. Жители также просят установить современные детские площадки. Благоустройство дворовой территории они ждут уже не первый год. Вот этот новый формат взаимодействия, он имеет право быть, потому что здесь жители напрямую не в добродел отсылают жалобы и свои пожелания. Где могут получить, знаете, часто бывает такое отписка. Здесь это исключено, потому что живое общение, есть с кого спросить. Жители видят, кому отправляют заявку. Вот это прямое взаимодействие между председателями Совета домов и исполнителями по заявкам, это перспективное, скажем, направление, которое сейчас внедряется в нашем городе. Одна из тем, которая активно обсуждается во время рабочих встреч во дворах – капитальный ремонт. В этом году в план включены 50 объектов. Вместе с сотрудниками профильных отделов администрации города, управляющей компанией МП домовладения и депутатами, временно исполняющий полномочия главы городского округа Лобня Игорь Демешко проверил, как идут работы по замене кровли в доме номер один по улице Чехова. Сегодня провели осмотр хода исполнения работ по улице Чехова-1, замена кровли, в том числе вместе с заменой идет стропильной системы, ход исполнения работ на 80%. Работы идут согласно графику производства работы. Также обратил внимание на печальное состояние балконных плит, так как это создает угрозу жизни и здоровья граждан. И на Чехова-1 сейчас мне предоставят график исполнения работ. Думаю, в скорейшем времени все это они исправят. Управляющей компании даны поручения привести в надлежащее состояние балконные плиты и окна в подвальных помещениях. Ремонт кровли, фасада и отмостки ведется и в соседнем доме номер 8 по улице Ленина. Отмостка там, в принципе, уже готова. Фасад мы приступили, работы ведутся. И на крыше у нас стропильная система 100%, утепление чердака 80%. Обе кровли накрыты, поэтому осенние дожди не помешают выполнению работ. Контроль за их выполнением ведется также со стороны управляющей компании и управления ЖКХ. Всего в план капитального ремонта на этот год включено более 50 объектов. Тут разные виды работ. Это и замена висов, и ремонт фасадов, и, соответственно, ремонт кровельных покрытий. Поэтому работа эта ежегодно ведется. Сейчас у нас работу ведет компания ООО «Астра». Надеемся, что все будут работы выполнены в срок и качественно. Ознакомиться с программой капитального ремонта в нашем городе можно на сайте фонда капремонта Московской области. Новый формат взаимодействия жителей, коммунальщиков и администрации дает свои результаты. В офисе управляющей компании ВСК «Комфорт» приступил к работе специалист теплоснабжающей организации. Теперь ему можно напрямую задать вопросы по оплате за тепло. Во время встречи с рабочей группой, в которую входят представители коммунальных и ресурсоснабжающих организаций, а также депутаты, жители обратили внимание на то, что не могут связаться с компанией, которая обеспечивает теплом их дома. Совместными усилиями администрации города и депутатского корпуса вопрос был решен. И специалист теплоснабжающей организации приступил к работе в микрорайоне «Катюшки». Я думаю, что вот от этих встреч с жителями именно по дворовому обходу будет результат. Мы воочию будем сталкиваться с проблемами жителей и постараемся их как можно лучше решать. Это будет очень удобно, если он будет приезжать хотя бы раз в неделю, решать наши вопросы также по перерасчету, также внятно объяснить, почему такие платежи у нас бывают. Ну, конечно, не все сразу, все потихонечку, потому что мы работаем также с компанией ВСК. Они уже начали работать, они принимают заявки. Ну, я надеюсь, что вот у нас территория будет очищена, все, площадки будут детские построены для детей. Я надеюсь, что все потихонечку мы это все решим, все эти вопросы. Конечно, и все, сразу Москва сразу не строилась. Все потихонечку мы это решим и это сделаем. С 15 августа по 11 сентября в Московской области проходит профилактическая операция «Внимание, дети!». В течение месяца полицейские посещают детские сады, школы и центры дополнительного образования. Инспекторы проводят интерактивные занятия и беседы с привлечением школьников и родителей. Ребятам напоминают правила дорожного движения, а также помогают ориентироваться во дворе дома и вблизи школы. Особое внимание уделяется разработке схем безопасных маршрутов передвижения детей. Во всех муниципалитетах региона прошел единый день профилактики детям Подмосковья безопасной дороги. А на городских улицах проводятся традиционные рейды. Сотрудники госавтоинспекции провели целенаправленные профилактические мероприятия «Ребенок-пассажир-пешеход», в рамках которых была организована работа по выявлению ПДД со стороны несовершеннолетних пешеходов, а также водителей, которые перевозят детей в автомобили без использования детских удерживающих устройств и без применения штатных ремней безопасности. Вопросы безопасности сегодня – один из приоритетов работы большинства организаций, в том числе Лубнинского водоканала, где прошли учения по гражданской обороне. Такие тренировки на предприятии проводятся регулярно. Важно до мелочей отработать совместные действия сотрудников и руководства, минимизировать время на эвакуацию, действовать четко и слаженно, чтобы обеспечить безопасность персонала. На этот раз сотрудники поучаствовали в комплексной технической проверке системы оповещения, попрактиковались в использовании противогазов, а также отработали первоочередные действия в случае возникновения угрозы. Главная задача была выполнена в воображаемой чрезвычайной ситуации. Предприятие сохранило свою жизнеспособность, а водоснабжение населения и организаций оставалось стабильным. Все обучения у нас по гражданской обороне проводятся в планном режиме. Соответственно, они проходят в соответствии с теми планами, которые у нас формируются нашим специалистам по гражданской обороне. Это необходимые меры для того, чтобы в период особых ситуаций правильно себя вести, чтобы сотрудники понимали, что они должны делать в этих ситуациях. Хотелось бы особо отметить, это отношение людей, которые в непростой период относятся с должным пониманием, со старанием, исполнительностью. Люди настроены всегда позитивно, задают вопросы, практически тренируются. Мы тренируем, формируем, что документарную часть, что практическую в мирное время, чтобы быть готовыми, когда придет время, с успехом применить все свои знания, возможности и силы. Десяти юным жителям Лобни вручили первые паспорта. Торжественная церемония состоялась в Музее истории. С этим важным событием ребят поздравил временно исполняющий полномочия главы городского округа Лобня Игорь Демешко, который пожелал школьникам успехов в учебе и вручил Конституцию Российской Федерации и цветы. Потому что это же как бы ответственность, то есть ты должен себя убедить, что ты уже не маленький, и уже не можешь, ну, может быть, что-то сделать, что в прошлом могло бы остаться тебе безнаказанным. Когда ты получаешь пастор, у тебя появляется еще и ответственность за свои поступки и за них и надо отвечать. Да, появляется ответственность не потерять свой паспорт. До 2 октября в художественной галерее открыта персональная выставка Константина Буйко «Опера». Лариса Панина познакомилась с экспозицией и выяснила, почему она так называется. С итальянского языка слово «опера» переводится как «дело», «труд», «работа». Перевод с латинского звучит как «произведение изделия». В картины, написанные художником акварелью, вложено много труда, любви, вдохновения и музыки. Поэтому не случайные названия выставки и классические произведения, прозвучавшие на открытии в исполнении друзей Константина Буйко, музыкантов и вокалистов из Москвы и Подмосковья. Поздравить Константина пришли официальные лица, родители, друзья и художники, с которыми вместе учились, именитые профессионалы, которые выставлялись и в нашей галерее, а также лобницы, пришедшие сюда впервые. Очень так красиво, реалистично и очень объемно. По профессии я арт-терапевт, терапевт экспрессивными искусствами, поэтому для меня это все близко. Такие ботанические, очень крепкие зарисовки, очень интересные. Ты когда к ним подходишь, и ты вот прямо с ним вместе, как будто вот расцветаешь. В первый раз увидел, да, и удивился. И то Константин еще, во-первых, этим занимается, будучи директором этой галереи. А во-вторых, действительно хорошо, да, так меня впечатлило. Я восхищена его работами и благодарна за яркость цвета, который так редко сегодня присутствует в нашей обыденной жизни. А вот сюрпризом для Константина стала оценка руководства его заслуг перед городом. Директор галереи удостоен звания почетной работник культуры города Лобня в связи с 55-летием со дня рождения и за вклад в развитие художественной галереи, которая уже давно стала центром культурной жизни города. Это всегда яркие положительные эмоции, которые заряжают, вдохновляют. Сегодня мы открываем выставку акварельных работ нашего талантливого художника Константина Юрьевича Бойко. Работы посвящены образу женщины. Действительно, разнообразие цветов и, в принципе, это характер женщин. Отсюда яркость красок, некая загадочность и необычные названия. Мы попросили пришедших на открытие выставки мужчин оценить идею замысла, а женщин выбрать цветок, соответствующий их образу. Наверное, вот это. Это ваш короткий. Он разный. Вот этот тюльпан желтый. Не так, как мы и пишем. Вот по-другому. Это очень здорово. Человек нашел себя вот свое что-то. Да, интересно. Я подумаю над этим. Может быть, сам что-то сделаю. Я люблю ваш город, я полюбил. И галерея ваша замечательная. Идея очень отличная. Когда в искусстве есть загадка, это всегда намного интереснее. Картины хочется рассматривать, их хочется понимать, как бы проникать внутрь. И ты понимаешь, что это не только изображение, ради изображения. Это не ради красивой картинки. Там что-то есть. Другая параллельная тема выставки Константина Буйко – пейзаж. И в этих зимних картинах все та же чистота света. Это вторая персональная выставка художника. Напомним, с 2012 года Константин Буйко трудится в галерее, а с 2017 является ее руководителем. Это был «Инфоповод». Я, Наталья Приловская и мои коллеги рассказали о событиях недели, на которые мы обратили внимание. Обязательно увидимся. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин